Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. Вы смотрите Самарские новости спорта. Еще одним всесезонным катком в губернии станет больше. Крылья советов определились с футболистами на первый матч в ФНЛ. Золото, серебряно-бронзовый комплект наград настреляли самарцы на первенстве России. В Татарстане проходит лично командное первенство России по стрельбе. Самарцы уже завоевали 4 медали. Две золотые награды Самарий принес в стрельбе из малокалиберной винтовки из положения лежа Евгений Ищенко. Его коллега Артем Филиппов выбил серебро. В этой же дисциплине, но уже в командном зачете сборная 63-го региона завоевала бронзовые медали. В воскресенье 6 июля крылья советов дома играют с Дзержинским химиком в футбольной национальной лиге. Начало на Металлурге в 7 часов вечера. Кто будет защищать цвета Самарского клуба в предстоящем сезоне уже известно. Пока это 16 футболистов. Два голкипера Вавилин и Федоров. Им будут помогать 6 защитников. Таранов, Божин, Концедалов, Цалагов, Обивалин, Ятченко. Организаторами игры назначены 6 полузащитников. Немов, Драгун, Елисеев, Полиенко, Махмудов, Баляйкин. На острее атаки пара нападающих Делькин и Корнеленко. И еще одна новость. Два игрока поменяли номера на футболках. 63 Делькин теперь 10, а 67 Махмудов выйдет на поле под 11 номером. Ледовый каток в Отрадном планируется открыть в августе. Директор спортобъекта Валерий Горячев уже строит амбициозные планы. Любительский хоккей в городе поднимется, фигурное катание появится и паралимпийский спорт можно развивать и шорт-трек. А чтобы мечты стали реальностью для тренеров новых видов спорта, не только выделили дополнительные ставки, но и купили для них квартиры. А в секции уже выстроилась очередь из подростков. Только фигурным катанием желают заниматься 58 человек. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Занимайтесь физкультурой и будьте здоровы!